Китайские производители не планируют отказываться от российского рынка. А потому сейчас особенно важно следить за новинками из Поднебесной, ведь пока никто не понимает, когда возобновится выпуск условных Рапидов и Тигуанов. Итак, в базе Роспатента появилась охранная запись по поводу кроссовера HVL H6 Supreme. Это топовая версия кроссовера H6 третьего поколения, которое отличается роскошным оформлением салона и оригинальным оформлением передка. Оформление патента не означает, что дорогой китаец вскоре выйдет на российский рынок. Однако, как показывает опыт, азиатские марки всегда действуют по одному сценарию. Сначала патентуют дизайн, затем проводят сертификацию, а после этого открывают продажи. Российский офис GLI придерживается другого плана. В этом году нашей публике должны предложить флагманский кроссовер Manjaro. А перед этим, учитывая суровость российского климата, модель прошла большой цикл зимних испытаний. Так, в течение двух месяцев машины намотали по северу России более 15 тысяч километров. Во время тестов температура воздуха варьировалась от минус 10 до минус 40 градусов по Цельсию. Прежде всего, экспертов интересовали ежедневные холодные запуски двигателя. Кроме того, отдельной инспекцией подверглась климатическая установка будущего флагмана. Вдобавок, проверив работу обогревов и механизмов, а также прочность металлических, резиновых и пластиковых деталей, испытатели сделали вывод, что новинка не должна испугаться даже самых суровых зим. Между тем, в сети поползли слухи, будто китайский концерн Great Wall задумал вывести на российский рынок модель Ora Ballet Cat, то есть балетная кошка. И якобы продавать этот то ли хэтчбэк, то ли кроссовер будут под советским брендом Победа. Подобных фейков сейчас плодится превеликое множество. Однако нынешний взброс оказался настолько мощным, что на Горьковский автозавод даже посыпались запросы. Дескать, правда ли, что возрожденной Победой окажется стилизованный под ретро-китаец? В Нижнем Новгороде телеканалу Автоплюс четко ответили, что таких планов нет. ГАЗ продолжает оставаться владельцем легендарного бренда, но не планирует возрождать производство легковушек ни в одиночку, ни в партнерстве.